Большой хоккейный привет всем, кто смотрит овертайм. Меня зовут Андрей Блохин. Я веду эту программу 27 лет. Я живу на свете скоро как 53 года. И знаете, такого плей-оффа, такого первого раунда в исполнении авангарда я еще не помню. Тут дело даже не в том, что у каждого матча свое лицо, свой сценарий и своя команда. Доминатор. Такое было и в прошлом плей-офф, также играли в той же Казани. Но сейчас очень многое решается не на льду, а за тренерским столом. Даже во времена Белоусова и Суманина фактор тренера не был так весом. Слишком многое зависит от нехоккейных факторов, когда ведущие игроки покидают составы команд под давлением извне. И согласитесь, считать ушедших предателями или нет, это большой вопрос. Матч номер один в серии мы разобрали по винтикам в прошлой программе. Тогда Боб Хартли сказал, что это были шахматы на льду. А дальше? Что было дальше? Во что мы дальше играли? Если первый матч серии Боб Хартли назвал шахматами, то второй, по крайней мере, поначалу можно было бы назвать снукером, где едва ли не каждый шар залетал в лузу. Бросок-гол. Бросок-гол. Мы забиваем, а не догоняют. 2-2 по итогам первого периода. А ключевым стал второй игровой отрезок, где нас дважды оставляли судьи в меньшинстве. И мы не то чтобы просто выстояли в этом меньшинстве, мы в нем оба раза забили. Скажи честно, вы тренируете меньшинство? Как так получается? Как не меньшинство, так авангард забивает. Это отрабатывается? Нет, ну что-то-то тренирую. Мечинство, большинство. Но так получается, что удается убегать. Хорошо. То есть это отрабатывается? Ну, если у тебя есть момент убежать, почему к нему убежать? А как ты чувствуешь, как ты понимаешь, что нужно подключаться вперед? Вот в своем голе, с чего все началось? Ты смотришь на Семенова. Я вижу, что он зацепился, что он владеет шайбой стопроцентно. То есть, ну, и можно искать позицию для атаки. Но я нашел. Ну и бросал сходу зрячий, я так понимаю. Ну да, было время посмотреть. Чтобы ротарь угол потерял. Да, пас удобно шел. То есть ничего не надо было не обрабатывать. Только осталось попасть по шайбе. Как вообще ощущения после двух матчей? В принципе, неплохие были матчи. Активно играли. По самоотдаче все бились, работали. Кажется, свою работу выполнял. В принципе, неплохо сыграли. Надо также продолжать дальше играть. Свою игру навязывать сопернику. В третьем периоде авангард не дал казанцам прийти в себя. И Сошников забил в пустые ворота. Забил свою вторую шайбу в матче. 5-2 в игре. 2-0 в серии. Мы с вами перед началом серии говорили по поводу температуры воды. Помните, да? Какая она температура оказалась? Зашкаливает. Кипяточек? Ну да. Расскажите о своих голах, которые вообще помогли нам обыграть Казань. Как все происходило? Первый гол и второй. Ну, второй понятно. Пустые ворота. А первый? Ну да, второй все понятно, что там говорить. А первый просто пошел на ворота, подправил шайбу и все. Есть химия между вами и Прохоркиным? Это саляточка очень нравится. Да я не могу обсуждать химия, не химия. Посмотрим. Серия длинная, поэтому рано еще что-то говорить. Надо играть за игру, за игру и все. Главное, пускай, выполнять установку. Получается так, да? Ну, конечно. Мы играем по системе, по нашей. Я думаю, что первая игра была очень и очень хорошей. Вторая игра была еще лучше. Мне понравилась интенсивность. Это была лучшая игра, которую мы откатали в этом году. Мне понравилась скорость. Понравилось, как мы оказывали давление на Казань. У нас было несколько хороших сейвов от Груби. И у нас было два мощных гола. Это очень важно в плей-офф. Обе команды особые. Игра в большинстве и игра в меньшинстве могут сделать весь результат. И вчера именно наша игра в меньшинстве позволила нам оформить победу. Это как раз то, что я сказал. Вот это отличие в игре. Это большое продвижение для нас. В то же время это убивает энергию команды соперников. В момент такой огненной игры надо забивать самим, а не позволять забивать гол в свои ворота. Эти интервью с Бобом Хартли, с игроками, мы записывали на следующий день по прилету в Балашиху после матча в Казани на тренировке в 16.00. Победные эмоции, понятно, улеглись. На смену им пришло тревожное ожидание. Уже было известно, что финны по Кайкаске накануне попрощались с командой. А что с другими льонерами? Вот цигларик выходит. Мы его снимаем со спины. Вот улыбающийся через маску грубец. А вот сосредоточенный на своих мыслях Корван Найт. Вся большая легионерская тройка в сборе. Из молодых на льду тоже трое. Чистяков, Давыдов и Денисевич. И еще двое, одетые по гражданке, смотрят за тренировкой с трибуны. Это Алхимов, которого Боб Хартли считает в потенциале новым Никитой Комаровым. И центральный нападающий Асташевский. Ребята, как настроение? Каково себя ощущать в ближайшем резервам «Авангарда»? Все отлично, все очень нравится. Тренируемся, готовимся, ждем своего часа. Все хорошо, все правильно, все готовимся. Внутри команды вы побывали, тренировались. Насколько там все необычно, насколько все отличается от того, что вы получали в Омске Крыле? Все новое, в принципе, команда мастеров. Здесь все равно уже другой уровень, как на льду, так в раздевалке, вне хоккея. Много всяких нюансов. Смотрим просто. Вот по требованию центральный нападающий и крайний нападающий, что требует Хартли? Выполнять, в принципе, установку любую, без разницы. Ну, что он говорит делать, то и нужно делать. Я предполагаю, что есть акцент на вбрасывание у центра и на работу в обороне, а у краев высокий прессинг. Есть такое? Да. Да, наверное. Да, я думаю, да? Да. В принципе, у любого нападающего тут, в принципе, одинаково все. Что центральный, что крайний. Должен выполнять все требования. Тут вообще у всех очень много обязанностей. То есть крайний, центральный. Выпоминать, как компьютер, да? Все, да. Что делать, куда хотите. Да. Пожелаю вам сыграть за авангард в этом плей-офф и проявить себя. Спасибо. Спасибо большое. Молодых нападающих держат в Балашихе, не отпуская их в Омск. На тот случай, если кто-то выпадет из состава прямо по ходу плей-офф. Но первыми выпали не нападающие, а защитники. Они попрощались с командой накануне матча номер 3. Покко даже плакал. Это я про Финов, чей отъезд разломал уже настроенную и отлаженную оборону нашей команды. Лучший атакующий защитник. Каски. И лучший универсал обороны Покко взяли и ушли. То, что строили долгое время, превратилось в ничто. И новое надо было даже уже не строить, а шить на живую нитку. Антон, я обратил внимание, когда летели из Балашихи в Казань. Ты подошел к Молокверу, там Грицу. Был там, был Давыд. По-моему, лучший стихов, не помню. И о чем-то с ними долго говорил во время полета. Видимо, о том, что, возможно, финны покидают там. Тогда же уже, видимо, информация была доступна, по крайней мере, в Теннисскому штабу. Да, мы уже знали, что ребята уезжают. Да, я думаю, и ребята в команде после игры уже знали об этом. Разговор был о том, что настало время, появился шанс занять места и доказывать свою состоятельность. С Арсением больше, наверное, разговаривали, что помню, достаток про большинство. Потому что Оливер уезжает, праворуки его защитника больше нет. Опять же, нужно менять кое-что. Времени нет. К сожалению, пока все это так не очень хорошо идет. Теряем очень много шайб. Причем, владея шайбой, потери, потери, потери. Ну, в принципе, вот об этом, что молодые, у каждого может появиться шанс выйти, даже и в большинстве. Почему нет, чтобы были готовы, чтобы смотрели, думали, что мы делаем, как мы делаем, для чего мы это делаем. Ну, вот Чистяков вышел, сыграл два матча. Какова оценка его со стороны тренерского штаба? Как он себя проявляет пока плыл? Да, в принципе, играет самоотдачей, желанием. Здесь плей-офф, это апогей сезона, тем более сказание. Но игры очень жесткие, грязные, порой чересчур. И Семен долго не играл, тяжело входить так сходу. Ну, я думаю, в принципе, неплохо смотрелся и все, что может, все показывает. Это правда, что он не потому не играл, что, допустим, прыгал в пунктах, а потому, что болел какое-то время? Он приехал в сборную с травмой, восстанавливался, лечился. И я думаю, что по этой причине, наверное, не поехал на Олимпиаду. Что касается Димофея Давыдова, пока он периодически попадает в заявку, не периодически, а постоянно, но сидит и не играет. Может ли прийти его время и в чем его нужно добавить? Я думаю, оно время его уже пришло. Думаю, мы его увидим, наверное, очень скоро. Матч номер три должен был пройти под девизом «Молодые на смену уехавшим». Вместо ключевых, но уже недоступных, поки и каски, выпустили Чистяков, который может и в атаку, и в оборону, и в большинство. Молодой Давыдов тоже был в заявке, но так и не сыграл. Дыра в оборонительных построениях перед матчем номер три казалась громадной и нелатаемой. А что в итоге? Казань предошла Омск в движении, была свежее, перебросала вдвое, но все равно проиграла. Это снова, как и в матче номер один, были шахматы на льду. У квартального с самого начала фигуры стали лучше и двигались лучше. Но Хартли виртуозно оборонялся и дождался ошибки соперника. Той ошибки в построении линий, что стало матовой. Но об этом позже. Пока о том, как мы выстояли в этом матче, где по статистике должны были проиграть. Видимо, есть вещи, когда заканчивается статистика, начинается характер. Ну да, но мы предполагали, что они уже проигрывают 2-0, и нужно отыгрываться в серии. И понятно, они все силы бросили, им терять нечего. Они старались больше задавать в атаке и бросали по воротам. Поэтому, наверное, статистика какая. Мы немножко прижали с твоим воротам и где-то перестраховывались. Но смогли выстоять и переломить их. Как Чистяков зашел в ваш азарт как капитан? Все отлично. Это его первая игра. Он давно не играл, поэтому, да, было ему непросто. Но я думаю, он справился сегодня хорошо. Я думаю, он будет только прибавлять эту игру к игре. Чистяков заменил попку по позиции. Кстати, он и играл в паре с Емелиным. Был быстр и старателен. Самое главное, держал линию общекомандной обороны. Кто заменит каски в большинстве, об этом будем думать позже. Будем решать проблемы по мере поступления. Перебросали они нас практически в твое, но мы их победили. За счет чего? Ну, хорошо обронялись. Очень здорово Грубец сыграл. Так, за счет характера. Ну, видимо, за счет правильно тактического построения, то есть все были на линии броска, то есть принимали шайбы на только с ним. Ну, да, за счет вот этих мелочей, хорошей пушки, хорошее расположение, я думаю, что самое главное, не давали добивать. Знаковый момент общекомандной обороны. Жарков самоотверженно блокирует бросок рукой, ладошкой, то есть той стороной краги, где нет защиты. После игры Жарков давал автографы, а мы вглядывались в его руки. Смотрю, с рукой все нормально обошлось, да? Да, нормально. Вот это блокирование такое, ну, в принципе, получается. Ну, вы же шайбу рукой взяли, там же нет защиты никакой. Наверное, я не знаю. Не, ну, там ладошка же есть. Это рефлекс, то есть здесь летит вот эта пуля, ее надо остановить хоть чем. Ну, естественно. Просто рука сама туда идет. Сколько продолжались болевые ощущения? Да их у меня не было. Надо было забивать гол, чтобы выиграть матч. Болевых нет вообще. Можно сказать, что это был самый тяжелый матч серии пока. Самый жесткий такой, самый трудовой. Трудовой, да. Такой самый тяжелый, потому что в психологическом плане вот такой гол тяжелый. Ну, и физически, я думаю, две команды уже многое ставили на кон. Ну, поздравим женщин с 8 марта. Давайте поздравим. Ну, я думаю, и надеюсь, что мы их поздравим на следующей игре очень сильно. Так что пожелаю вам оставаться любимыми, красивыми. И что вас, ваши половинки, мужья всегда любили, ценили и уважали. Это я так своим вопросом неловко намекнул на матч с 8 марта. Мол, победим и поздравим. А Жарков понял конкретно и вернул нас в сегодняшний день. Хотя нет, понял как надо и поздравил от души. Вот так и надо. Жить сегодняшним днем, не заглядывая в завтра. Что сегодня? Что в матче номер 3? Концовка. Они жмут, а мы разжимаемся, как пружина в ответ. Они теряют голову и оголяют оборону. Сошников убегал, но бросил в ловушку зеленому вратарю Белялова. И вот буквально в следующей атаке, смотрите, Грицук убегает и забивает. Забивает победный гол. Грицук 1-0, Дедунов пустые 2-0. Вновь работает правило плей-офф. Павел дает интервью овертайма. Накануне матча звучит ритуальный вопрос про бороду. И на следующий день есть победа и есть шайба воротов соперника. Но сейчас давайте послушаем Арсений. Исторический гол. Первый в плей-оффе победный. Что чувствую сейчас, когда прошло часа полтора и уже эмоции свернули? Да, как бы чувствую, что нам еще осталось один шаг, чтобы завершить серию дома. И хотелось бы сделать его, конечно, именно в Балашихе. И мы понимаем все прекрасно, что Акбар тоже не хочет в сухую уступать, уходить в серии. И как бы следующий матч будет очень много значить для нас и для них. Поэтому мы как бы готовимся, не думаем вообще об этой игре. Ребята проходят, говорят, устали, устали, устали. То же самое? Ну, конечно, мне кажется, кто не устал в каждый матч. Каждый матч, битва какая-то война, мини-война. Потому что серия состоит из мини-война. И в итоге как бы большое сражение происходит. И, конечно, устали. И эмоционально сейчас главное восстановиться, грамотно подойти к следующей игре. И я надеюсь, она будет хорошей. Я обратил внимание до этого. Ты злился сам на себя. Я приезжал на скамейку, там чуть клюшку не расколотил. Вот эта злоба пошла во благо, получается. Сам себя настроил. Да не знаю. Как-то мне наоборот, когда, ну, вот именно пытаешься там что-то кому-то доказать, как-то не очень получается. И, может, где-то перегораешь в этом плане. Просто не очень, считай, сегодня, как бы, там, может, где-то действовал в зоне атаки. И, блин, там, когда клюшка сломалась, в большинстве тоже не очень произошла ситуация. Ну, и так, как бы, тяжеловато сегодня было. Почему-то, не знаю, по самочувствию. Диод не очень был доволен собой. И, в принципе, я думаю, тренера тоже, как бы, много подходили, говорили. Меня чуть-чуть, так скажем... Заводило? Ну, нет, цепляет больше, наверное, чем заводит. Когда все-таки, когда ты спокоен, ты показываешь другую игру, нежели когда ты заведен. И когда именно забил, ты успокоился, на самом деле, что все, блин, ну, как бы, пять минут до конца мы должны эту игру забирать. И не думал, что там я забил. Главное, чтобы команда отстояла и до конца, и все. Ты гнул свою линию, бросал, бросал, бросал и залетела. Ну, да, как бы, может, где-то, наоборот, слишком часто бросал, может, где-то надо было найти конь-пасса, но все-таки, не знаю, как-то всю жизнь бросаю, и получается, и вот, дай бог, сегодня зашло. Делай свое дело. Спасибо большое. Матч номер 4, который должен был стать победной точкой в Омско-Казанской серии, стал в итоге тревожной запятой. Проиграли в овертайме. Вот почему так случилось, об этом рассуждают и спорят Петр Смольников и Алексей Адариев. Таков уж по своей природе болельщик, ему всегда хочется верить в лучшее, быть максималистом, поэтому, конечно, были и те, кто веровал, авангард сумеется счетом 4-0 победить в серии Акбарс, но все-таки большинство болельщиков, я думаю, люди адекватные. И, конечно же, сомнения в том, что ни одну игру Акбарс не зацепит, были очень и очень маленькими. Поэтому поражение в четвертом матче серии Омского авангарда лично я никоим образом не считаю, не то что сенсацией, какая что-то сенсация, но даже просто неожиданностью. Другое дело, что лично для меня такой вот неожиданностью со знаком минус стало то, что я не хочу сказать, что авангард сыграл в трусливый хоккей. Слово мне это не нравится. Вы излишне осторожны. Скажем так, в третьей, в четвертой игре настолько откровенно играли вторым номером, что, честно говоря, смотреть на это было тяжело. Да, в третьей игре на зубах дотерпели. Спасибо грубицу. В конце воспользовались своим шансом. А вот в четвертом матче серии, по-моему, по такой игре Барсы вообще должны были побеждать в основное время. Я соглашусь, Акбарс однозначно наиграл как минимум на одну игру, чтобы одну игру в этой серии зацепить, это однозначно. Но, опять же говоря, про трусливый хоккей и соглашусь, и нет. Безусловно, авангард проиграл все периоды двух матчей в Балашихе по количеству бросков с Творц, собственно, да и по количеству опасных моментов тоже, по их качеству, по их количеству. Здесь вспоминаемое отсутствие легионеров, и то, что Толчинский сейчас совсем не тот, что был в прошлом сезоне, по-прежнему мы ждем, когда он восстановит свои прицелы, свои кондиции. Наберет оптимальные кондиции. Да, наберет оптимальные кондиции. В целом, я думаю, что сегодня, если попробовать прогнозировать на будущее, как будут проходить события на льду, то у авангарда вряд ли что-то изменится, потому что Акбарсу сейчас нужно кровь из носу каждую встречу забирать, и он будет действовать в атакующий хоккей с первых минут. Вот то, что мы видели, собственно, в четвертой игре. Они не выключались ни после первой пропущенной шайбы, ни потом, собственно, дожали соперников, по большому счету. Я думаю, что будет все так же продолжаться, и авангард будет осторожничать. Ну, такая уж ситуация. Ну, казанцы сами себя загнали в угол, у них теперь действительно нет права на ошибку. Вот когда счет серии стал 3-0 в пользу авангарда, по-моему, только ленивый не пнул квартального за то, что у него вообще отсутствует как таковая вариативность в атакующих действиях команды. Или вот Акбарс действует так и побеждает, если у него так не получается, а он по-другому не умеет. Ну, не буду сейчас спорить, право или нет, те, кто упрекает квартального, в том, что он умеет только вот одну схему такого рельсового хоккея ставить в своей команде. Просто выражу надежду на то, что все-таки у Хартли более широкий выбор, и тактический, и стратегический. И поэтому вот та игра, игра откровенно вторым номером, которая, ну, каким-то чудом принесла нам успех в третьем матче, и совершенно оправданно не принесла успех в четвертом, и я думаю, что все-таки от нее откажется наш тренерский штаб и сыграет более нахраписто. Я хочу увидеть, как первым номером действует авангард. Ну, немножко пугает тот факт, что, в принципе, авангард сейчас играет, ну, по большому счету, в оптимальном составе, что касается нападающих, да, по большому счету. Поэтому, за счет чего в атаке авангард может прибавить? За счет Наиля Якубова, например? Ну, Наиля Якубов, как раз Боб Хартли на одной из пресс-конференций сказал, почему не играл Якубов, и он ответил, потому что он был не способен сегодня играть. Поэтому, собственно, видимо, есть какие-то вопросы к Наиле. Сегодня не способен, а завтра способен. Ну, все меняется, безусловно, но, конечно, нужно, видимо, за счет тактики, за счет каких-то вот именно тактических аспектов менять игру. Но пока, пока, конечно, непонятно, за счет чего в атаке будет авангард прибавлять. Пока, кажется, что это максимум. Каски или Поки. Ну, что теперь толку об этом говорить? Нужно смотреть в будущее, а не в прошлое. Я, может быть, здесь чуть пошире хотел бы сказать, отойдя от непосредственной серии авангарда с Акбарсом. В целом, Брок и Хэлл, вот скажи, лично для тебя стало каким-то ударом или просто неприятностью, ну, допустим, то, что лига лишилась Рижского Динамо? Ну, по большому счету, конечно, хотелось бы для престижа, для имиджа лиги в целом, это, наверное, все-таки потеря, потому что, ну, континентальное название континентальная лига, она подразумевает все-таки, да, наличие команд из разных стран, в том числе из Европы. Но, по большому счету, ну, тут вопрос, исходя из того, кем можно ее заменить. Донбассом. Ну, а как Донбассом заменить, если... На следующий сезон? А Донбассу негде играть. Дворец спорта, в котором они играли, он до сих пор... А авангарду было где играть на протяжении нескольких сезонов? Донбасс в Мутищах? Вот тебе, пожалуйста, освободиться. Арена в Мутищах, почему бы и нет? Нет, вместо этого я бы хотел бы видеть наши российские команды, благо в ВХЛ есть представители. Но ты же сам говоришь, что континентальная лига, что должны быть иностранные команды. Не толку Донбасса, который играет в Мутищах, но она такая же континентальная, как и неконтинентальная, получается. Ну, не больше и не меньше, чем вот Кунь-Луня, допустим, от нее толку. Я вот, в отличие от тебя, категорически не согласен с тем, что потеряв Рижан, якобы лига в чем-то убавила, по-моему, наоборот, только добрала. Ну, Йокерит, хорошо, а Йокерит? Йокерит, понимаешь, что Йокерит, в конце концов, что Рижская Динамо, по большому счету, это команды, существовавшие за российские деньги. И вот лично я хочу, чтобы эти деньги не в Хельсинки направляли, и не в гордую, спесивую Латвию. Я хочу, чтобы эти деньги пошли в Новокузнецк, чтобы они пошли в Тольятти, чтобы они пошли в Контимансиск. Так лига-то континентальная, тем же козырем бью. Мы говорим о континентальности. Это не козырь, это какая-то шестерка битая уже давным-давно. Что теперь козырять этим словом континентально? Да менять латиницу на свитерах на русские буквы и играть нормальный чемпионат России, открытый чемпионат России, потом, пожалуйста, парочка сильных белорусских клубов, парочка сильных казахстанских клубов, мы будем только рады. Я лично в отличие от тебя совершенно не цепляюсь за это слово «континентально». Кроме шуток, я абсолютно согласен насчет Тольятти, насчет Новокузнецка, насчет Югры. К тому же в Новокузнецке уже к следующему сезону будет окончательно отреконструирован дворец спорта, он будет отвечать своим требованиям КХЛ. И тут уже, я думаю, многое зависит от их функционеров, которые сейчас, наверное, должны уже начинать вступать в переговоры. Потому что они из пловов вылетели из вышки, поэтому им сейчас заняться, наверное, нечем. Я думаю, что самое время новокузнечанам обратиться к лиге, чтобы вернуться в элитную дивизион российского хоккея. Как и положено молодому человеку, Петр Андреевич смотрит в будущее, он перспективу обозревает. Что касается меня, то будучи человеком уже преклонного возраста, я больше сконцентрирован на дне сегодняшнем. А дне сегодняшней состоит в том, что ни одной иностранной команды после первого же этапа плей-офф больше в КХЛ не играет в этом сезоне. Поэтому следим за нашими, следим за россиянами, болеем за них, надеемся на авангард и, конечно же, овертайм продолжается. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»